С волками жить по волчьи выть. На этой неделе Владимир Жириновский изобрел принципиально новую модель мира во всем мире. О чем речь расскажу сегодня. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, мы на пороге войны, по крайней мере так считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Видимо, отрезваться не в ситуацию в мире, Вольфович решил пуститься во все тяжкие, ну и прибегнуть к целительной биоэнергии животных. Когда мир подойдет к последней черте, когда опасность, вот-вот война начнется, они втроем должны завыть по волчьей. Втроем. Джо, Си и наш президент. Показываю как. И чей вой будет ярче, звонче, тот и победит в будущей Третьей мировой войне. Ну вы поняли, да? Не зря же он Владимир Вольфович. Вот решил обратиться к помощи предков. Цирк, да и только. Но, кстати, а вы обратили внимание, что волки в цирке не выступают? Может, это тоже что-то значит? И нам стоит прислушаться к Жириновскому? Или это намек, что скоро от голода завоем и все мы? Вольфович, конечно, еще тот артист, но то, что он ничего не делает просто так, это факт. Ты заходи, если что. Конечно, заходи, ведь если верить Техову, раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь в них сидеть. А пока, Владимир Вольфович, жизнь у вас и так удалась. Вы и в политике, и в шоу-бизнесе, и из любой политики умеете сделать шоу-бизнес. Бонни Эм аплодирует стоя. Тема «Сифик» не раскрыта. Что ни неделя, то новый рофл. На этот раз героем стал московский департамент здравоохранения. В желании прорекламировать электронную медицинскую карту находчивые креативщики привлекли эпатаж. Ну, как эпатаж, шок-контент в виде пошлости. Да, тема «Сифик» не раскрыта. Зато у нее легкие и чистые. С мобильной электронной медкартой все данные о вашем здоровье всегда под рукой. Как ими воспользоваться, решайте сами. Электронная медицинская карта теперь в вашем смартфоне. Фидбэк оказался более чем предсказуем. Рекламу раскритиковали как в среде младежи, так и в среде более старшего поколения. А вы чего ожидали? Кто ваша целевая аудитория? И почему вы считаете население России, в частности, московский контингент, людьми подобного уровня? Страшно представить, как вы собираетесь рекламировать уролога или гинеколога. Но если проанализировать данный контент с точки зрения использованного мема, то тут департамент здравоохранения вообще пролетает сутью. Если не в курсе, двигайтесь ближе, поясню. Дело в том, что комментарий «Тема «Сисик» не раскрыта» уходит своими корнями в школьное прошлое, когда учителя писали нам «Тема не раскрыта», прямо указывая на слабую работу ученика. «Сиски» же во фразе появились лет 10 назад, но кардинально смысла не поменяли. Это по-прежнему бессмысленность или некачественность представленного материала. Хотя чему я удивляюсь в стране, где директор по работе с молодежью Альфа-банка фоткает себя на унитазе голым. Ждем рекламы морга в духе «В Москве две девушки не поделили одного парня, а в Петербурге поделили». Ты можешь сколько угодно верить в басни пропагандистов и тешить себя пустыми надеждами, но какой в этом толк, если из резервного фонда правительства тебе не досталось ни рубля? На этой неделе русская служба BBC сообщила, что управ делами президента на меры по предотвращению распространения ковида среди населения из резервного фонда было выделено более 6 миллиардов рублей. Большая часть этих денег пошла на изоляцию гостей и обслуживающего персонала российского лидера в кремлевских гостиницах и санаториях. Вы понимаете, да, что деньги из резервного фонда – это такая господдержка? Но не нас с вами, а различных оздоровительных комплексов. Они размещают у себя журналистов, водителей, медиков и даже ветеранов, а за это получают деньги в рамках госконтрактов и госсубсидий. Нормальная ситуация, заявил Песков, и комментировать далее полученные факты отказался. Помнится, в конце прошлого года управление делами президента уже было фигурантом громкого скандала. Тогда управление решило потратить более 13 миллионов рублей на одноразовые медицинские изделия, каждая из которых обошлась в 17 рублей при средней стоимости в 5-6 рублей. Инфракрасные термометры в среднем по рынку, стоящие около 3000 рублей, управление собиралось купить за 16. Кто следующий, господа? Слышала, что в России зарегистрировали первую вакцину от вируса для животных? Ждем ее массового закупа для лечения золотых рыбок и маленьких птичек, обитающих у резиденции главы государства. Верные есть, умных не надо. На этой неделе в Госдуме вновь остро встал вопрос наказания за оскорбление Путина. Примечательно, что идея возникла после слов Джо Байдена, которые, по мнению автора инициативы, оскорбили не только президента, но и всю страну. Оскорбил президент Байден не просто президента Путина, а оскорбил страну, оскорбил лично меня, оскорбил любого нормального политика, нормального человека в России. Надо реагировать жестче. Серьезность своего намерения Слуцкий подтвердил фактами и примерами из других стран. В Бельгии за подобное можно получить до трех лет тюрьмы, в Дании до четырех, в Германии до пяти, во Франции штраф до 45 тысяч евро. И только в России, по мнению Слуцкого президента, можно обижать безнаказанно. Вот только вопрос расправы остается открытым, потому что инициатива родилась на фоне американского комментария. А отвечать по всей строгости закона придется россиянам. Ну, потому что прилечь к ответственности Байдена у Слуцкого вряд ли получится. А заработать благосклонность своего президента это дорогого стоит. Кстати говоря, издание Росбалт после инцидента провело опрос, в результате которого стало ясно, что более 80% его участников не чувствуют себя оскорбленными после высказывания американского президента. А вот чем соотечественники в реальности оскорблены, так это поднятием цен на продукты, отсутствием хоть какой-то материальной помощи в пандемию бездетным, а еще после законов этих антинародных, нежелания власти слышать и слушать. Но зачем лезть в плоскость, где надо работать? Лучше сидеть там, где сухо, тепло и кормят. Вот как-то так. Ну а у меня на этом все, друзья. Спасибо, что провели это время со мной. Ценю каждого, люблю всех. Пока-пока.